Привет, друзья! Рад приветствовать вас на канале GSMDog. В этом видеоролике мы будем разблокировать смартфон Huawei P30 от Google аккаунта с помощью платной программы Unlock Tool. Также нам понадобится специальный тест-поинт кабель, его можно купить на Алиэкспресс. Ссылка будет в описании к данному видео. Или вы можете самостоятельно изготовить такой кабель, припаив резистор 10 кОм между красным и зелёным контактами. А спонсор этого ролика – сеть сервисных центров LigaZapчастей.RF. На сегодняшний день функционирует три мастерских – в Москве, в Люберцах и в Жуковском. Благодаря большому запасу запчастей для смартфонов, 80% ремонтов выполняется в день обращения. У нас есть дисплеи, аккумуляторы, камеры, динамики, шлейфы, корпусные части. Держим в наличии оригинальные дисплеи для смартфонов Samsung и для айфонов. Инструменты и расходные материалы для мастерской. Клей, флюс, скотч, спирт, фризер, сжатый воздух. Большой ассортимент аксессуаров. Держатели в автомобиль, зарядные устройства, защитные стёкла и чехлы. Наш курьер ездит на закупку трижды в неделю. То, чего нет в наличии, мы можем привезти на следующий день. Лига запчастей. Мы ценим ваше время. Итак, приступим к разблокировке. Для начала нам необходимо снять крышку. Для этого прогреваем смартфон на сепараторе в течение 10 минут на 80 градусах по Цельсию. После этого пластиковой карточкой проводим по периметру под крышкой. Для того, чтобы облегчить процесс, можно использовать спирт. Здесь используется AMOLED дисплей, не бойтесь, не зальёте подсветку. А вот с камерами будьте аккуратны. Очень хорошая заводская проклейка. Я проводился с ней около пяти минут. После этого необходимо выкрутить все винты с верхней части смартфона и снять защитный кожух. В этом нет ничего сложного, поэтому я слегка ускорил данный фрагмент. Затем вам необходимо отстегнуть шлейф аккумулятора. Не забудьте пристегнуть на место межплатный шлейф, иначе у вас ничего не получится. Как я уже говорил в начале ролика, необходимо использовать специальный тест-поинт кабель. Сначала вставляем кабель в выключенный смартфон. Поднесите второй конец кабеля к USB порту, но пока не подключайте. Затем пинцетом замыкаем тест-поинт, вставляем кабель в компьютер, и через 2 секунды убираем пинцет. Если драйверы установлены корректно, то в диспетчере устройств появится Huawei USB COM 1.0 в разделе порты COM и LPT. После этого запустите платную программу Unlock Tool. Перейдите в раздел Huawei под пункт Security и в строке поиска напишите 980, так как в этом телефоне установлен процессор Kirin 980. Затем кликните по кнопке Erase FRP. Немного подождите, процесс занимает около 30 секунд. Если всё прошло успешно, в конце лога будет надпись Erasing FRP OK. Отключите смартфон от компьютера, переподключите шлейф аккумулятора, включите смартфон и пройдите первоначальную настройку. Всё время нажимайте далее, со всем соглашайтесь. Это всё, что я хотел вам рассказать в этом ролике. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, на какие темы вы бы хотели увидеть ролики на моём канале. До встречи в новых видео. Всем удачных ремонтов! Субтитры сделал DimaTorzok